Он теперь вообще не пьет таблетки. Он у меня только на хиджаме. В год два раза проходит. Полный курс. За время у него держится, не поднимается. За плечами у Айшат Лайпановой богатый медицинский опыт. Значительную часть жизни она отдала работе в различных медицинских учреждениях. А не так давно решила уйти в свободное плавание и открыть свой кабинет красоты и здоровья. Оформив самозанятость, с головой ушла в новое дело. Кабинет заработал, но не в той мере, в которой хотелось бы. Сказалась нехватка оборудования. Но на помощь пришел социальный контракт, который она заключила на развитие собственного дела. Я прочитала, обратилась в СОБЕС. Там сразу написала заявление. И в течение недельки, может, максимум 10 дней, максимум. Но у меня все быстро произошло. Как бы не тянули резину. Благодаря соцконтракту Айшат получила 130 тысяч рублей, которые стали ощутимым подспорьем в ее новом начинании. На них она смогла приобрести большую часть необходимого оборудования. На эту сумму я приобрела вон. У меня есть холодная плазма аппарат. Я добавила и приобрела в аппарат холодная плазма. Как бы это в косметологии. А также у меня еще то, что оставалось, по косметологии тоже принимала. То, что необходимость именно для работы, для всего этого. Ну, дал мне хороший толчок. Дело, как говорит Айшат, пошло в гору. Клиентов хватает, как и заработанных своим трудом денег. Как уже и для многих жителей нашей республики, социальный контракт стал для нее стартом на пути к финансовому благополучию. В прошедшем году социальным контрактом в городе Карачаевске воспользовались более 153 семей. На общую сумму более 20 миллионов. Одним из тех, кто воспользовался социальным контрактом, стал и Казим Аябазов. Он давно мечтал открыть автомастерскую по малярно-кузовным работам. И соцконтракт приблизил его к осуществлению мечты. На полученные деньги Казим приобрел значительную часть необходимого в его деле инструмента. Во-первых, это дает очень большую помощь в приобретении того или иного инструмента, который в работе очень нужен. Поскольку самому все собрать и сразу начать очень сложно. А соцконтракт именно к этому очень сильно способствует, чтобы все можно было сразу, что самое необходимое взять, начать работать. И результат работы, соответственно, лучше. Напомним, что есть несколько направлений, по которым государство оказывает социальную помощь в формате социального контракта. Поиск работы, развитие подсобного хозяйства, обучение или переобучение, преодоление сложной жизненной ситуации. На сегодняшний день уже тысяча человек воспользовались всеми преимуществами соцконтракта. К слову, эта программа продолжит действовать и в нынешнем году.